Всем привет ребята, меня зовут Компот и сегодня я пробую выжить на Чанке, которая находится в моей деревне жителей номер 13. Не думайте, что это банальное выживание, а лучше слушайте меня внимательно. Ведь сегодня нашей основной задачей будет это создать маяк и поставить его на крыше дома на верхушке Чанка. Мы будем выживать как и на Чанке, так и в деревне жителей, ведь без этого невозможно создать маяк. Затем в конце у нас будет битва с боссом, еще пару крутых приколюх, мы будем там все лутать, развиваться, выживать. В общем-то, как вы это любите, приятного просмотра. Так, ребята, походу у нас возникает первая проблема. Как вы могли заметить, в этом Чанке присутствует такая небольшая прослойка из обсидиана, которая вообще никак не прорубит, не имея алмазную кирку. То есть мы не можем попасть в деревню жителей. И сейчас самые умные напишут в комментариях, так Компот, просто, не знаю, спрыгни с Чанка в воду, вон туда он где-нибудь в огороды, прыгни и нормально приземлишься. Ребят, вам показать, что будет, если спрыгнуть с Чанка? Окей, пожалуйста, я прыгаю за Чанкой, посмотрите, что произошло, я просто помер. Еще раз показываю, что будет спрыгнуть, но с другой стороны, смотрите, вот, видите, я не успел просто долететь до самого конца и уже юрдет. То есть все-таки, как ни крути, мы нуждаемся в алмазной кирке, и эту никак карту, ну, просто не обмануть, ребята. Просто так начинать развитие в деревне не получится, нужно сначала развиваться на Чанке. Что мы, в принципе, с вами и будем начинать делать. Сначала мы с вами рубим дерево, наносим булыжник железа, ставим алмазную кирку, прорываем этот слой из апсидиана и дальше идем вниз. Ой, нам нужно еще подготовиться к битве. Кстати, а я не заценил этот домик, а что в сундуке? В сундуке, к сожалению, пусто. Ну, хотя бы за кроватку мягкую спасибо и за верстак тоже. Не придется тратить свое дерево на какой-то там верстак. Лучше потрачу его себе прямо сейчас на деревянную кирку и, в принципе, на лопату, потому что земли тут немерено, так сказать. И давайте выберем место, да что я его выбирать, давайте прямо здесь я буду копать себе шахту. Самое время в руки брать кирку и начинать орудовать уже ей. Опа, я нашел уголь, отлично, это первый наш ресурс, который мы нашли на этой карте. Я уже выкопался. Так, если я вот сюда вот встану, я надеюсь, я не помру. Смотрите, в принципе, вон этот обсидиан злосчастный находится, мы должны до него хотя бы докопаться. По пути буду собирать всю уголь, там, если повезет, железо найду, потом буду искать алмазы и так потихонечку, помаленечку, как говорится, развиваться буду, да? Я человек экономный, пока не сломаю деревянную кирку, каменную крафтить ни за что не буду. Как же я устал уже копать этой деревянной киркой, ну реально, просто невозможно, она копает очень медленно, а? О, яблочко нашел, ну ладно, это не суть важная, я уже поскорее хочу себе сделать новую кирку, это просто невыносимо. Пожалуйста, каменные кирка, погнали копаться дальше. Я забыл деревца посадить, ну ё-моё, давайте это прямо сейчас сделаем, вот сюда посадим росточек, сюда и вот сюда, всё, погнали дальше. Так, 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 а кому это тут повезло найти железо? Вот это мне, конечно, реально повезло, интересно, сколько тут, но я уже вижу, что на железную кирку мне хватит. Слушайте, развитие идёт полным ходом, это вообще отлично. Стоп, что? О, ребят, я уже алмазы вижу, я уже вижу алмазы, погодите, неужто развитие начанки у нас закончится так быстро и мы уже приступим ко второй части выживания, это выживание в деревне. Ё-моё, это правда ло... Стоп, а зачем я их копаю каменной киркой? Я, я чуть, ребятки, не потерял алмазы, их тут всего лишь три. Не-не-не-не-не, я сюда вернусь, когда у меня будет железная кирка. Пойдёмте быстрее, ребятки, делать печку, плавить железо, делать железную кирку и быстрее добывать эти алмазики. Я уже бегу создавать печку, ребят, пока я буду создавать печку... А, ё-моё, окей, я мазила. Пока я буду создавать печку, я хочу вам сказать... А, ничего, уже не хочу сказать, потому что печку я создал. Ну так вот, короче, я хотел вам сказать, посмотрите ещё видео про чанки. У меня на канале целая рубрика. Если чё, чанки, это довольно-таки старая рубрика у меня на канале, я снимал её ещё очень давно. У меня был чанк-нуба, чанк-профессионала, чанки, не знаю, из земли, из алмазов, из всего у меня были. У меня был невидимый чанк, у меня, у меня какой только не был, ребятки, чанк. У меня реально полно, даже целый плейлист есть. На кирку хватает? Хватает. А это самое главное в жизни, как я считаю. Поэтому давайте быстрее создавать железную кирку и быстрее бежать за этими проклятыми алмазами. Не знаю, почему проклятыми, на самом деле хорошими. Вот они, вкусненькие алмазики. Ё-моё, я кирку выбросил. Вкусненькие алмазики. Идите срочно сюда, идите срочно ко мне. Один алмазик, два алмазик, три алмазик. Стоп, тут побольше алмазиков. Четыре алмазиков, пять алмазиков. Давай шесть. И шесть, к сожалению, не будет. Но окей, слушайте, пять алмазиков, это уже довольно-таки неплохо. Хватает ровно на кирку и на меч. Хотя, стоп. Ребят, не-не-не, мы меч крафтить не будем. Короче, я вспомнил. У меня в моей деревенской кузнице, я на днях купил, очень крутой радужный меч, который наносит просто в тысячу раз сильнее урона, чем обычно алмазный. Мы сто процентов должны дойти до моей кузницы и забрать его у меня из сундука. Но для начала, естественно, тут нужно развиться на этом чанке. Блин, вот такого чанка у меня еще никогда не было, ребятки. А все остальные чанки я уже давно переснимал. Еще раз напоминаю, переходите на канал и смотрите. Все-все-все-все-все. Я скрафтил эту алмазную кирку, теперь я с гордостью могу проломить эту защиту. Кстати, если я не ошибаюсь, у нас там есть проход в пещеру, ребят. Если я выйду за эту границу, меня грохнет, поэтому я боюсь заходить в эту пещеру. Но я очень хочу, поэтому давайте сейчас начнем ломать этот апсидин вот прям вот в серединке где-нибудь. Знаете, я думаю, так будет намного интереснее. О, кстати, я нашел еще немного железа. В принципе, лиша не будет. Нам броня еще нужна, ребятки. В общем-то, хлопот полно. Ладно, давайте копаться вниз. Та-ра-та-та, господи, тут два слоя. И все у нас будет в жизни хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Или не совсем хорошо. Это что такое, ребят, у меня вопрос? Я там вижу светокамень. Погодите. Я и сундук какой-то вижу. А я могу? Черт, я до него дотянуться не могу. Ладно, поехали. Была-не-была-не-была-не-была-не-была. Тут-тут-тут-тут. Никого, ребята. Это, видимо, какой-то тайник. Я знаю, что это за тайник. Я знаю. Тут, ребятки, должны какие-то интересные плюшки лежать. Давайте посмотрим и эмеральдовые штанишки. Слушайте, ну это, во-первых, модно, раз. Во-вторых, надежно, два. Ну и, в принципе, нормально, да? Так, раз мне так везет, будем продолжать копаться ровно посередине. И посмотрим, может быть, мы сейчас куда-то в интересное место упадем. Например, в шахту, в которой я так сильно рвусь. Сейчас немного страшно. Вот что я не скажу. Оп! Ребят, вот, видимо, та самая шахта, в которой я хотел провалиться. И опа! Кстати, смотрите, ребятки. На церкви лежит песок. Это отлично. Нам песок как раз нужен, чтобы создать маяк. Ну, имеется в виду стекло. Да, стекло это песок. Мы все знаем. Так, стоп. Я вижу там какой-то сундук. Путин, для этого мне нужен меч. Ладно, хорошо. Роман Компот пожертвует верстаком, пожертвует деревом, пожертвует парочку алмазиками, чтобы сделать себе алмазный меч и прокопать. Может, тут что-то интересное. Ну, не дай бог, я просто... Опа, тут реально что-то интересное. Тут, ребятки, лук и стрелы. Вот это мне очень сильно помогло. Господи, что это я сделаю? Наступил... Стоп! Что? Погодите, там еще один сундук, ребята. Там еще один Редстоун. Ты мне так помог его заветить. Просто спасибо тебе огромное. Давайте будем прямо сейчас к нему копаться. Так, 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 так. И открываем. Двенадцать яблочек. Так, вот это вот приятненько. Погодите, тут больше точно... Слушайте, по-моему, там... По-моему, там еще один сундук. Да, 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 давайте копаться туда будем. Так, ну тут мне уже померещилось. Окей, никакого тут сундука нету. Хорошо, ладно. Мы вроде все раскопали. Вроде мы все уже подлутали. Никаких больше тут сундуков нету. Погнали выходить отсюда. Можем теперь, по сути, спрыгивать и с нами... С нами, ребят, ничего не будет. Все, мы выжили на этом чанке. Мы спустились. Теперь вторая часть видео. Нам нужно выжить в этой деревне, потому что, да, мы там выжили, но к битве с боссом мы не готовы. У нас всего лишь алмазный меч и эмиральдовые штаны. И биться с боссами, я так понимаю, мы будем вот в этой комнате, ребятки. А босс, я так понимаю, будет из сушителя. Ведь нам нужно же как-нибудь скрафтить маяк, верно? Окей, хорошо, я принимаю эти условия. Житель, здорово, здорово. Кстати, погнали в мою кузницу. Прямо сейчас я должен оттуда забрать поскорее свой меч. Потому что он... О, житель, здорово. Что ты тут делаешь у меня? Что ты не бьешься? Опа, опа, опа. А ты у нас продавец. Погодите, за 60 картофеля ты мне продашь как раз-таки 4 песка душ для изсушителя. И... А что такой прайс, дорогой, за головы из сушителя? Давай, давай подружески бесплатно. Не хочешь? Ладно, окей, договорились. Так, погодите, я сюда пришел за мечом, раз. За броней, кстати говоря. Она у меня тоже есть, отлично. И, ну что ж, давайте покупать, давайте раскошелимся, что поделать. Здорово, давай, продавай мне раз голову, два голову и три головы, как говорится. Три головы у меня в инвентаре, отлично. Я могу, кстати, на себя одеть, но это мне не нужно в данный момент. Мне нужно где-то добыть почти 100 картофеля для того, чтобы получить эти 4 песка душ. Мне кажется, проще портал в ад построить. Ну ладно, хорошо. Тут, в принципе, есть картофель, давайте будем его добывать, надежда на то, что тут есть нужная мне сумма картофеля. Жители, картошки не будет, а если, погодите, а если найду, реально 35. Еще немножечко осталось, давайте побегаем по деревне. Выживание, кстати, тут тоже идет полным ходом. Пока что я не испытываю никаких трудностей, никаких сложностей. Мне, в принципе, все дается легко. Я добыл. Я добыл стак картофеля. Все, отлично, даже немножечко больше. Житель, здорово, давай мне пески душа, отдавай теперь их сюда. Все готово для того, чтобы построить иссушителя. Но, естественно, это я сейчас делать не буду, потому что, опять-таки, я еще, ребят, не готов. Прямо сейчас я вернусь назад на свой чанг для того, чтобы добыть еще немного алмазов. Кстати, вон я их вижу, сейчас я пойду туда, чтобы их добыть, ребятки, и сделать себе нагрудник. Потому что без нагрудника я драться с иссушителем не собираюсь вообще. Так, забраться-то я забрался, а вот как мне теперь спускаться, учитывая то, что прыгать нельзя? Ладно, я как-нибудь разберусь. Так, прямо сейчас я буду опять копаться в шахту, потому что там у меня стоял верстак, и я прямо сейчас крафчу себе немножечко нагрудника, так сказать. Здрасте всем, привет всем, Роман Компот с Данией, и я готов прямо сейчас создавать себе нагрудник. Отлично, одеваюсь и все, вы посмотрите, насколько я красив в этой броне. Я почти уже готов к битве, для начала давайте я отсортирую свой инвентарь и выкину все в лаву. У меня в кузнецах тут есть слава, выкину все лишнее. Ну вы только посмотрите, какая красота, глаз радуется. Вот тут у меня всякие полезные ресурсы, тут у меня все для битвы, из этого мы будем создавать иссушителя, а тут мы будем создавать маяк. У меня уже есть, как видите, обсидиан, не хватает звезды и стекла. Я совсем забыл про стекло, стоп-стоп-стоп-стоп, она находится на верхушке церкви, там песок, нам нужно туда попасть, стоп. А тут кодовый замок, не понял, а какой пароль, погодите, а в чем прикол? Так, ладно, окей, я фиг его знает пароль, ребят, мне кажется, проще будет, может, пропаркурить как-то оттуда. Окей, хорошо, давайте будем как-нибудь забираться теперь на верхушечку. 8, 5, 1, 3, подождите, я должен просто кое-что проверить. 8, 5, 1, 3. Понятно, понятно, слушайте, ребят, по-моему, по-моему, я видел уже эту табличку. Странно, почему я не придал ей внимания? Ладно, 8, 5, 1, 3. Лучше не рисковать и зайти по правилам. Давайте так, тут ничего, нам нужен только лишь песочек. Все, я добыл весь песок, там было ровно 6 штук, ничего больше. Так, 8, 5, 1, 3. Выходим из этой двери, теперь нужно как-то подняться снова наверх. Так, я хочу прямо сейчас создать печку, еще одну, потому что наверх смысла нет подниматься ради какой-то печки. И прямо сейчас тут немножечко песочка поплавить. Все, 6 стекол мне не нужно, мне нужно ровно 5, и теперь не хватает финального компонента. Это непосредственно звезды ада, которую мы сейчас пойдем получать, грохая из сушителя. Жители, ой, зря вы сюда пришли, зря вы тут картошкой кидаетесь, потому что дверь закрывается и начинается величайшая битва, ребят. Мы прямо сейчас будем строить из сушителя, но для начала я схаваю одно золотое яблочко. Так, так, вот так, и все, из сушитель готов, и давайте прямо сейчас он бабахнется, и мы начнем с ним битву. Ту-туу, и все, ребята, можно с ним уже... Ты че жителей моих лупишь? Слышь ты, ты че жителей моих лупишь? А ну иди сюда. Как всегда, радужный меч делает свои дела, вы посмотрите, как быстро мы его мочим. Тихо-тихо, братан, да я по тебе не попадаю, я немножечко косой, ты меня извини, давай не подбрасывай, давай мне скидочку какую-нибудь за то, что я косой. У него очень мало ХП, нужно не допустить его хил, так сказать, давайте уж его домочим, так, осталось совсем чуть-чуть, давай, 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 оп, 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 мы его слили. И что мы получили, ребят? Во-первых, мы получили 6 костей визора, и что самое главное, мы получили вот эту вот звезду. В принципе, битва с боссом была не такая сложная, я представляю ее вообще жесткая, жалко только жителей, которые сюда зашли, но это их, как говорится, уже проблема. Всё, теперь, ребята, мы поднимаемся наверх для того, чтобы что создать? Правильно, маяк. И поставить его куда? Правильно, на крышу дома, которая находится на верхушке чанка. Погнали наверх. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Мы здесь, мы снова здесь, мы снова наверху. И я готов крафтить этот непосредственно маяк. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Всё, маяк готов. И я готов прямо сейчас ставить его на самый-самый верх. И ту-ту-ру-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чё-то сегодня у меня, как говорится, много дебильных песенок в голове возникает. Кстати, смотрите, деревья выросли, и всё-всё-всё, ребята, мы получили ачивку. А это значит, что мы выполнили самое главное задание этой карты и прошли её. Что ж, ребят, сегодня мы с вами выжили. Выжили на этом гигантском чанке в деревне жителей. И выжили и в деревне, и здесь, и босса победили, и всё-всё-всё сделали, все задания выполнили. И, пожалуйста, поставьте лайк, потому что всё к этому ролику делал я один. Я сам, и монтаж, и всё-всё-всё. Как, в принципе, и все свои ролики, тут нечему удивляться. Ну а с вами я прощаюсь, всем удачным спасибо, всем пока, ребята!